В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Общественные активисты встретились с прокурором области Олегом Жученко. Они требовали освободить своего товарища Демьяна Ганулы из-под стражи, который задержан за столкновение в Горсаду в позапрошлую субботу. Напомню, прокурор, поддерживающий обвинения, потребовал отправить активистов в СИЗО без права внесения залога, что суд и сделал. Перед тем, как были у нас гучные судовые процессы, до вас за неделю приходили депутаты от доверия и делам. Они даже про это написали весело в себе на страничках и статты, соответствующие в СМИ, что с требованием посадить участников акций протеста в Литнем театре. И после этого у нас несколько гучных процессов. Демьян до сих пор в СИЗО, один под домашним арестом. И Стерненко также... Стороны не пришли к компромиссному решению. Олег Жученко заявил, что не будет давить на своего подчиненного процессуального руководителя по делу Демьяна Ганула. Общественники же пообещали продолжить бессрочную акцию протеста под областной прокуратурой. Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в Фейсбук финансовый отчет и рассказал о том, как планирует потратить деньги, собранные общественностью за залог. Сумма, по его словам, составила 950 долларов и 115 тысяч гривен. Он написал, что готов вернуть деньги, пожертвованные на залог, всем, кто этого захочет. Другие средства он предложил потратить на залог Демьяна Ганула и Игоря Бея, если апелляционная инстанция примет решение о такой возможности. Часть денег планирует потратить на еду, дерево, бензин и полиграфическую продукцию для акции под прокуратурой. Также активист просит разрешения потратить на ремонт своего автомобиля 10 тысяч гривен, чтобы поехать в Киев на прямые эфиры национальных телеканалов. В понедельник 600 тысяч гривен залога за Сергея Стерненко внес губернатор Максим Степанов. Грабитель, которого в феврале текущего года детские аниматоры поймали при попытке украсть у девушки мобильный телефон, предстал перед судом. Парень, проявивший активную гражданскую позицию, теперь дает свидетельские показания. Тот день он помнит в деталях. По словам парня, в момент задержания грабитель выбросил мобильный телефон. который впоследствии девушка узнала и разблокировала. Подозреваемый эти обстоятельства отрицает. Подозреваемый вместе со своим адвокатом настояли на том, чтобы на следующем заседании суд заслушал показания второго свидетеля, участвовавшего в задержании, и девушки потерпевшей. Трагедия под Белгородом Днестровским. Двое маленьких детей, брат и сестра, 4-летняя Армина и 2-летний Валера задохнулись во сне угарным газом, пока их мать была в гостях у соседки. Трагедия произошла в селе Староказачье. Дети спали в крошечной комнатке, которая обогревалась открытой электрической духовкой. Короткое замыкание привело к страшному пожару. Когда спасателям удалось его ликвидировать и добраться до детей, тела малышей уже сильно обгорели. Последние месяцы жизни 4-летняя Армина и 2-летний Валера провели в этой летней кухне при доме, где живет большая ромская семья. Теснились с мамой. Папа уехал в Одессу на заработки. Дровяная печь тут была, но ее не разжигали. После обеда мать в очередной раз уложила детей спать рядом с открытой электрической духовкой. Сколько не было матери, где она была неизвестна на то, что из-под дверей летней кухни идет дым, обратили внимание соседи. Когда двери открыли, чтобы потушить пожар, огонь мгновенно охватил все помещение. Спасатели говорят, эпицентром стала та самая духовка. Не выдержал удлинитель, через который она была подключена в сеть. К моменту, когда огонь погасили, дети уже не подавали признаков жизни. По предварительному заключению, умерли во сне, отравившись угарным газом. На вопрос, почему детей бросили одних, в этом доме отвечать не намерены. Большая ромская семья встретила журналистов крайне агрессивно. «Быстро уши отсюда!» «Быстро загрузилась в машину, уехала, быстренько!» «Откручи камеру!» «Иди, маме, снимай! Иди, будешь разполомая, кубик камеру!» «Откручи камеру, давай!» «Откручи камеру, давай!» «Засилу машину и уехала отсюда!» «Маме, вы понимаете, откручи камеру!» «Соседи же уверены, Армина и Валера просто никому не были нужны. «Выпивали там, я думаю, что это только так могло быть. Наверное, оставили одних. Я так думаю, что они оставили одних. Ну, как могли, детки. Одному два годика, другому три годика. И как это?» «С матерью малышей односельчане практически не общались и мало что могут о ней рассказать». «Она такая закрыта, сидела все время дома, она не общалась ни с кем». «Да и в сельсовете о матери погибших знают немного. Ей 20 лет, паспорта нет. Жила в Староказачьем время от времени. Однажды попала со своей старшей девочкой в районную больницу, но через несколько дней сбежала». «На территории СССР они у нас не были зарегистрированы, кроме того випадка, когда их госпитализировали. Никаких документов по детям у нас нет». «Теперь полиции предстоит выяснить, где родились и были ли зарегистрированы хоть где-нибудь погибшие дети». «Эта родина не перебывала на обликах в социальных службах. Может, за передним местом своего жительства в Татарбунарском районе туда направлены вопросы?» «Пока же по факту гибели детей начали два уголовных производства. Родителям может грозить до 8 лет тюрьмы». Григорий Блайд, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал «Репортер». И сегодня утром у Одесского морвокзала пришвартовался американский эсминец Джеймс Уильямс. Иностранный гость должен был войти в город еще вчера, но помешал шторм. У Одесского морвокзала пришвартовался необычный гость. Это американский ракетный эсминец Джеймс Уильямс. Примечательно, что корабли такого типа всегда швартовались у контейнерного терминала. Но сегодня впервые американский гость подошел к Одесскому берегу настолько близко. Благодаря этому все желающие могут рассмотреть корабль в деталях. По старой морской традиции корабль поднял одновременно и американский, и украинский флаги Джеймс Уильямс относительно новый корабль. На службе с 2004 года. Вооружен высокоточными ракетами «Тамагавк», «Стандарт» и «Осрок». Экипаж – 380 человек. На борту два вертолета «Сихоук». Для посещения корабль пока закрыт. Визит американских моряков продлится до 2 декабря. Приморская райадминистрация определит лучший фасад, украшенный в новогодней тематике. Победители определят в номинациях «Лучшая витрина», «Лучший балкон» и «Лучшая придомовая территория». Участвовать могут как физические, так и юридические лица. Для этого всего лишь нужно прислать письменную заявку и фото. Электронная почта будет указана на сайте Одесского городского совета. Также у нас на страничке в фейсбуке. До 15 декабря мы принимаем все заявки. И до 27 декабря конкурсная комиссия подведет итоги. И после 27 декабря будут оглашены результаты конкурса. Ну и самое главное, будет приятно непосредственно бизнесу, предпринимателям, которые украсили или фасад, или витрину. И с каждым днем все больше и больше лайков будут набирать тот или иной фасад или та или иная витрина. В Одессе планируют провести повторную реставрацию карантинного спуска. Для этого авторы проекта обратились за грантом онлайн-платформы «Социально активный гражданин». Необходимая сумма для благоустройства спуска составляет около 5 миллионов гривен. В рамках проекта на карантинном спуске запланированы стрит-арт на стенах, ремонт лестницы, подпорных стен, тротуары, установка пандусов для инвалидных и детских колясок, а также лаунж-зоны. Карантинный спуск был отреставрирован в ноябре 2014 года. Однако в июле прошлого года вандалы испортили изображение, украсившее спуск. Мы планируем посредством помощи города отреставрировать стены, отремонтировать дорогу. Почему? Потому что на следующий день там дорога в упадническом состоянии. Поставить арт-скамейки, арт-урны. В обязательном порядке поставить пандусы на пешеходной зоне. И в обязательном порядке мы хотим установить фонарист с видеонаблюдением. Первый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Рандеву у мамы» прошел в Одессе накануне Международного дня инвалидов. На сцене Украинского театра выступили 63 участника и коллективы из разных городов Украины. Подробности у Дмитрия Богомолова. Мастер спорта по танцам на колясках Наталья Беспалова и ее партнер Михаил Савельев недавно выиграли серебро чемпионата Украины и остановились шаги от пятистала на мировом первенстве. На фестиваль творчества инвалидов спортсмены приехали из Киева, чтобы исполнить на одесской сцене вальс и танго. То, что я пришла, начала заниматься танцами, это был такой момент, который вытащил меня после депрессии, после травмы. А вообще каждый приходит по-разному. Кто-то что-то услышал, кто-то целенаправленно пришел в танцы. Это творчество, это полет, который отвлекает от серых будней и заставляет постоянно думать, мечтать, фантазировать. Этот полет фантазии есть сутью фестиваля. Организаторы уверены, что выступления должны показать всем. Инвалидность может ограничить возможности, но не человека. Реализовать себя может каждый. Он посвящен творчеству людей с инвалидностью, показать, что ничего нет невозможного, и что люди с инвалидностью тоже могут танцевать на таких сценах, театрах. Хоть они и с инвалидностью, но они тоже и танцуют, и поют. Показать всем, что инвалидность – это не приговор. С инвалидностью тоже можно жить, если вот такая ситуация получилась в жизни. Просто надо ее принять. Принятие самого себя – тема переосмысления сказки о баловянном солдатике. В постановке реабилитационного центра «Дом с ангелом» солдатик без ноги принимает себя таким, какой он есть, и обретает счастье с балериной. У меня образ оловянного солдатика. Мы готовились всем театром, приготовили много номеров. На фестивале представили свои номера участники из Киева, Ужгорода и Днепра. Из одесситов участвовали коллективы реабилитационного центра имени Бориса Литвака, «Дома ребенка», 91-го и 93-го интернатов. «Дома ребенка» В следующем году организаторы планируют расширить масштабы фестивалей и привлечь участников из Молдовы и Беларуси. Дмитрий Богомолов, Владислав Ногай, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». В преддверии Нового года в арт-пространстве «Творцы Одессы» открылась витражная мастерская. Гостям творческого центра предлагают создать праздничные украшения собственными руками. Наш корреспондент Александр Вейсман посетил мастерскую, вернувшись не с пустыми руками. Как гласит известная поговорка, готовь сани летом. Но если старые гирлянды и украшения успели наскучить, а искать на летних прилавках зимнюю продукцию не посчитали необходимым, а покупать накануне новогодних праздников мишуру, игрушки, конфетти по высоким ценам желания нет, на выручку приходят мастерские хендмейт. Мы обратились к мастеру по витражу, чтобы создать сделанный своими руками символ будущего Нового года по восточному календарю – собаку. Мастер по витражу Татьяна Крюкова признается – стеклянным творчеством заболела еще в детстве. Когда-то я залезла в заброшенный театр юного зрителя, который находился за оперным театром. И я там наткнулась на старинный витраж. Мне настолько понравились эти стекла, как оно играло на солнце, какое оно было красивое. Были какие-то битые стеклышки, я там начала их перебирать. И оно, видать, как-то отложилось. Мы выбрали собаку породы мопс из-за покладистого и веселого характера пса. Эксклюзив. Я разрабатываю сейчас коллекцию собак в солнечных очках, чтобы показать, каким солнечным и благоприятным будет следующий год и зазвать удачу. Далее мы подобрали стекло американского производства, вырезали из него все детали морды собаки. Далее занялись оттачиванием и полировкой. После обмотали детали медной лентой. Это позволит стеклянным фрагментам закрепиться. По завершении этих этапов осталось лишь запаять. Берем паяльник и аккуратненько начинаем плавить припой. Менее часа работы и главный символ доступающего Нового года готов. Александр Вейсман, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!